Продолжение следует... 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 я был в спб мы написали там силу методом пару релиз ну релизов блять пару треков точнее битов я там делал каркас и он не помогал по звуку выводить все я очень рад что музыка тебе помогает клипы да будут да говорил но короче вот трек села методом я сделал свой вариант продакшена не на одно время застопорился потому что не знал какой выпустить потом решил выпустить два насели это все сводить и типчик который пришел сводить сказал что я там наиграл пианино она была не в ноту и он сказал блять вообще типа как можно так типа делать и ушел блять и вот в итоге трек до сих пор лежит очень грустная история на самом деле он бы так уже вышел наверно сколько по времени концерт я не знаю там же так много чуваков всяких опять чуваки да что с у нас сегодня много ребят там я не знаю сколько будет немножко не может концерт так счастья ух я не знаю короче вот опасно брать опять телефон в руку ну скидывай мне в группу биты смотря что там пишешь потому что мне ребятки дают там очень плачевно все но не хотят ничего придумывать просто как будто перебивать другие биты и такие очень классно я не катаю сейчас серым у нас просто вот концерт и кб и его еще перенесли на месяц поэтому так получилось что я как будто бы в туре на меня там нет в минск тоже привет да я даже не знал короче за вот это все да и на самом деле не очень интересовался но это прикольно я думал что это рандомный перс у него кассы еще и там история к это есть не в комп не играю так могу раз в полгода засесть в киевску просто расслабиться но не более недавно скачал гатасан андреас прошел пару миссий такой я и уже раз наверно 20 проходил уже не так весело было да там не то что история да просто из какой-то карточной настольной игры как я понял персонаж и вот у меня его маска оказалась сколько часов к с не знаю вообще даже понять не имею за столь этого не заходил я ни разу не играл фаб джи вообще просто видел пару видосов на ю тубе в юшке не знаю когда-нибудь может быть если мне захочется что-нибудь рассказать обычно люди же зовут я на интервью не потому что я с тобой интересно правильно потому что им нужны просмотры и они делают вид что интересно тебя слушать таким да вот расскажи еще вот это такие блять интересные люди не знаю посмотрим может быть когда-нибудь томас мраз моего и слушаешь не менее это вообще но с моего я знаком но наверно даже не знал кто я я не представился просто пожали друг другу руки но он такой вроде веселый парень но я ему не сказал кто я поэтому навряд ли он знает что он со мной знаком мы сидели у них на студии там я с джимба просто уехал короче они меня позвали концерт ну на концерт сами съездить другой город просто потусоваться и там познакомился уже в ростове с моего и сам сидели давно них на студии они там показывали свои треки моего и спросил у меня чё я думаю я ему сказал но они так посмотрели подумали что он бля на них у я не понимает я такой ладно с мирона мне не поддерживаю мне кажется очень погибать ну и мне тоже как бы не горю желанием я написал как-то может месяц назад кое-что хотел ему предложить но видимо ему не было интересно больше предлагать я не буду но это так типа трус тори ну не так прям давно знакомы мы уже там пару раз пытались сделать трек но у нас все не выходило так что как так я ему хотел эту дамку я живешь отправить чтобы он туда зачитал но что-то так и не получилось а нет я ему отправил он сказал ну все жду куплет я начал делать другое как всегда не могу короче всегда хочется новое что-то писать не слитую хуйню с джимба ты помнишь это мы просто сидели на хате и кто-то такой для пацаны зачитайте рэп они такие ну ладно я не напряг не знаю напрягая гортани или нет я точно делаю это на ложных связках я чувствую это но просто если бы я просто орал я бы давно бы уже голос наверно потерял какие хорроры да бля их не так много рядом ты все знаешь да заебали хожу я в зал начал ходить совместный релиз с кидом не знаю я ему на самом деле предлагал такую тему поприкалываться там что-нибудь какой-нибудь звучок интересный придумать но не дошло до этого у нас много треков еще мы очень много треков сделали просто мы самые нормальные такие прям ну не то что самые нормальные еще интересные типа треки мне выпускали ждем когда-нибудь это случится тебе кто-нибудь предлагал фиты из исполнителей респектовал за это нас не знаю не помню такого так парочку может было людей так половина уже но я могу вам показать супер жесткий бит иногда мы сидим на студии и занимаюсь полной хуйней ах так так это вот биты рендер есть там такой опасный бит чисто для не этого я не скульчика вот самое опасное от nice production еще который может только случиться вообще с вами чуваки опасно да это я просто бит писал это не сидник nice мне есть прикольные биты короче прям интересные просто по качеству некоторые не выводят с одной стороны хочется чтоб ты выстрелил с другой стороны не очень чувак тебе нужно определиться у тебя явно есть какая-то проблема не под этот бит навряд ли что-то будет вас не может быть под другой это же не единственный такой биток но это прям вообще просто рэпчик иногда балуемся вот пишем такое я включал уже дам переиграли вы с образом и ну-ка поподробнее про переиграли ну я не знаю сколько лет прошло как пропала тайна личности но ты же почему-то здесь сидишь у меня есть пизда ты бит не совсем да пусть спрашивают я чё ебёт вообще похуй пусть спрашивают это люди которые вообще типа ну здесь проездом я думаю что они зашли и потом еще забыли не я в рипе пишу биты до сих пор ребята уж там все по перескакивали на и файл q но я учу то остался выпили да пробовал курсите не раз да не продам я тебе бит но я на самом деле думал битпак выложить но блять это все очень убого звучит да нравится биты писает прикольно я могу сделать бит типа не просто допустим написать чуваку искать бля вот мне нужно вот так чтобы здесь еще вот так вот так я сам могу это сделать и потом уже кому-то прийти искать вот смотри у меня есть такая заготовка мне нужно если это требуется чтобы звучало нормально допустим там бочка проседали там еще чего-нибудь ну те кто пишут знает да я верующий я верю себя ой какой фу да это наверно применяют релизе моих битов будет ну они как бы мои и будут еще подписаны люди которые помогали сводить и мастерить ну в определенный бит не я не работаю никогда не работал зачем у меня вообще другие цели где-то и гладкая фраза блин я может уже говорил тепла он если ты хочешь выжить то иди работа есть тебе нужны деньги то придумать что-нибудь другое вот такое неплохое высказывание ну это нормально что они похожи я думаю у любого человека который не торчит жестко там не колется герой примерно должны не то что одинаково мыслить и понимать вообще чего как происходит так блядь неужели ты не понял сарказма про офис я в ахуе драгонборн мне его не слушал ну типа неинтересно как бы я это сам могу вот прикина студию вам драгонбор за ночь записать ну как бы не прям не хочу никак обидеть биг бэйби тейпу просто не совсем не совсем такое прям узло не мое короче в том плане что она больше на движняк такой подростковый как бы все круто вообще никого хайта просто не считаю что это очень сложно делается а флак да не слушаю но я его знаю он подходил поздороваться как-то и тоже достаточно обычный вообще чувак ничего про него плохого не могу сказать учитывая что он подошел ко мне он по он даже не знал кто я просто подошел вот что там как сам фит с вельчугом это моя мечта как тебе скинс не один трек только добавил во мне кажется у него был фристайл просто под этот бит и люди которые занимались релизом просто вытащили какой-то мотив оттуда и сделали это припевом очень убого когда весь релиз делан чисто вот идет бит и это вроде уже ждешь дропа опять идет бит ну то есть видно что люди просто из пальца высасывали и это не работа вообще никакой работы не услышал на этом релизе поэтому не хочется слушать даже дабля если вам вообще интересно вот эти все вопросы задавать мне про русский рэп то я как выразиться правильно ну просто короче не слушаю мне не нравится то есть у меня нет какого-то хэйта там типа кто-то сделал трек и я такой бля вот он урок вот он урод типа такого нет просто я допустим слышу и критикую по факту слышу что вокал хуёвый говорю что вокал хуйня слышу текст хуёвый говорю текст хуйня но мне ничего из русского не заходит я не знаю как вам как вы это слушаете если есть у каждого из них есть аналог и намного лучше и он хотя бы не на русском языке мелодичный звучит качественно не понимаю как можно после этого слушать русское поэтому я и пытаюсь делать не русское музло может поэтому меня все хуесосят я не знаю но я пытаюсь я не говорю что я это делаю я пытаюсь как мне то что я делаю вот то что я делаю сейчас мне нравится то есть вот все что вы слышали в группе от найс моей помимо там наверное дэмки которая называется дэмо дэмо потому что его я перепишу остальное это все просто вообще уже ко мне не относится я сейчас другой в плане музыки я понял чего мне не хватало чем мне на самом деле хочется и вот я думаю что вы сами это услышите и поймете не есть ты не находишь аналога то это же здорово я не говорил что все поголовно имеют аналог большинство и это грустно скрип я не знаю русская это не русская но это 50 цент вроде как ну мы так общались просто с ребятами искали референсы это скорее всего 50 сент такое вот музло того времени но он у него очень круто звучат треки они правда круто звучат но тоже не мое и не мы из других вообще миров по моему Почему не подплетаю? Да мне лень просто И мне кажется, что Короче, не важно, что мне кажется Но я это сделаю Я по-любому это сделаю, когда уже пойму, что Все, вот уже дальше некуда Я думал, они просто растутся В какую-нибудь притчу нормальную, но они чуть не срастаются Треки под гараж Конечно, я же амбассадор этого жанра В России Ну, именно в плане вокала И написания песен, не музыки В плане написания музыки Здесь намного круче есть типы Ну, гаражовые Поэтому у меня горело Первое время, я просто очень долго говорил Что это стрельнет И меня никто вообще не слушал И это начало стрелять, начинают выходить релизы И я лишний раз убеждаю Что я могу немного смотреть дальше Чем многие Брок Кэмптон Кэмптон, блять Уже забыл, как это читается Ну, не то, что котирую Есть, по-моему, один трек у них добавлен Но они такое интересное можно было делать Так, я был практически лысым Много лет И нормально двигался Просто захотелось что-то изменить Брок 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 Да, да, я знаю, кто это Смокфиши Брокфиши Ты чё, конечно Ну как Конечно, я имею ввиду, что я его знаю Но делает Навряд ли мы что-то будем Я познакомился с его творчеством Года три, наверное, назад Может, чуть Еще раньше И он только-только начинал Гараж писать И я слушал Такой, типа, блин Прикольно И я ему писал, наверное Полгода назад Предлагал ему что-нибудь сделать Но ему, видимо, было похуй И я тоже забил хуй Обычно просто я пишу людям Если я вижу, что они Заинтересованы У нас обычно что-то получается А вот С ним ему, видимо, было поебать Но я обычно, когда пишу Я просто, чтобы вы понимали Я не представляю С ним я никогда не пишу Ё, здорово Я себе доджи дуба щит Нахуй Чё, давай мы там С тобой сделаем Ключов Я только у него не занимаюсь Я просто пишу Здорово Можно там Взять у тебя какой-нибудь бит Давай что-нибудь сделаем И так ты истинное отношение К себе поймешь А если ты будешь представляться То люди просто из-за имени Могут к тебе уже По-другому относиться А я такой не люблю Ну Не выстрелю Не выстрелю Типа, бля Тебя так это волнует Что-нибудь Не выстрелю Ну и чё, бля И чё Всё Жизнь на этом закончится Я знаю Чё я делаю И Тот звук Который Я делал Вы его, бля Все слушали И почему-то сейчас Я должен Выпустить Какую-то хуйню По вашему мнению Вы типа Столько лет Слушали мой звук И тут Решили просто Сказать Не, не Вот и делай Так как делал А дальше мы слушать А не будем Ты не выстрелишь Если ты так мыслишь Просто здесь Короче кнопка есть Называется А нет Я не знаю Есть ли здесь кнопка Но можно просто выйти из эфира И Не портить никому Типа настроение здесь Нет Ты его точно не испортишь У меня нету цели Выстрелить У меня есть цели Просто показать Что я могу делать Нормальное музло И Намного круче Чем многие Да, у меня есть Гаражовые биты Я сам писал Ну, бля Тебе нравится Голос Вот я Бля Я уже не знаю Сколько я рассказал У меня на релизе Будет экстрим вокал Типа Все голоса Там Какие тебе нравятся Какие не нравятся Типа Навряд ли То, что я выпущу Ты вообще на русском Слышал И я Тебе это с уверенностью Вообще говорю Что Такое Слышал Навряд ли Но если вам хочется Чтобы меня знало Больше людей Так вы Наверное Поддерживаете Меня Если Настолько сильно Не нравится То, что я делаю Сейчас Просто забей Хуй Типа Я буду продолжать Делать то, что я делаю То, что я считаю Нужным И Учитывая То, что происходит Какая музыка Выходит Какая музыка Возможно будет Выходить Я все это учитываю И Применяю Своей музыки Раньше Просто я этого Не делал Или делал Очень мало Но обычно Да Я слушаю Или делаю Бит И потом уже Что-нибудь делаю Я могу и на сэмпл Просто написать Трек Мне кажется Любой может Это сделать Просто Ну По-разному Короче Это происходит Ну Рисовать Только Чисто Фристайл Да Это Круто Что Ты ждешь Я просто Очень долго Оттягивал Этот момент Потому что Мне было Не знал Короче Как вот В очередной раз Сказать Что я ничего Не успеваю Потому что Мне не хотелось Опять Читать Тупо Эботом Которую Пишут Типа Ой Где там Сид Или как там Еще Да сделай Этот голос Там Ну типа Полный цирк Типа Нормально Звучит Типа Ну По твоему мнению Или нет Если Все будет ровно Я его просто Дропаю И Все указываю Там Все Кто мне Помогал Так Кто не знает Там Вот Кто сейчас Присоединился Я уже говорил Что Релиз не выходит У меня Тринадцатого Потому что Я не успеваю Но Я постараюсь Хотя бы Тричка Три Дропнуть Ну Три Наверное Это уже Слишком Но Два Я точно Наверное Выпущу Не Наверное А точно И Один трек Уже готов Вот Здесь есть Человек LJ Production Вот он Вы его можете Видеть И Он не даст Пиздеть Что трек Готов Просто Мы его Сводим Он знает Что У меня Есть проблемы Со звуком И Все будет И Если успею Еще Подогрею Сразу же В течение Месяца На этот трек Клипом И будем Жестко Всех разъебывать Я вам Обещаю Не думаю Что У меня Будет Все плохо Я Верю В то Что я Делаю И вам Советую Верить В то Что вы Делаете Я вам Говорю Это не Так Как Какой Нибудь Тренер По мотивации А просто В принципе Оно Реально Так и Работает Ты Просто Делаешь Делаешь А будут Всякие Трудности В том Плане Что Мне очень Часто Хочется Просто Послать Все Нахуй Сказать Блядь Я Не могу Уже Короче Потому Что Люди Пишут Что Я Нихуя Не Делаю Что Я Типа Не Работаю Работает Один Только Мой Коллега Или Еще Кто Нибудь И Меня Это Очень Расстраивает Ну Не Так Что Я Сажу Серьеву Типа Просто Расстраивает И Поэтому Я Очень Мало Контактирую Сейчас С вами Потому Что Работаю И Не Хочу Отвлекаться На Всякую Поеботу Типа Да Ты Не Выстрелишь Там Еще Что Не Выстрелит Да Мне Похуй Хочешь Быть Суперменом Ну Все По-моему Хотят Только Мне Не Равится Супермен Но Способности Не Зайдись Ну Падаем В них Женем Мой Клик Лоу Сколько Плагинов Ну Там Эквалайзер Несколько Может Эквалайзеров Там Кой-нибудь Компрессор Ну Я Не Очень Хорошо Разбираюсь Обработки Голоса Вот У Меня Эквалайзер Компрессия И На Этому Все Кончается Ну Дисторшн Можно Найти Если Надо Хол А Так Типа Обычно Не Помогают Комменты Вообще Штука Деструктивная Где была бы Гузова Если читала Комменты Ну я не Гузова Братан Я попроще Ко всему отношусь Ну да Это так и есть Спасибо Братишка Марк Это вот Марк Про которого Я говорил Когда Отключился В первый раз Тот самый Каратист Не Не Две Три Песни Они Выйдут Просто Как Синглы То есть Я Говорю Что Треков У меня Больше Чем На Один И Два Релиза Что Тебе Ответь Программ План С музыки На Тоже Сейчас Живешь Нет Я Сейчас Не Получаю Никаких Денег От Музыки Я Живу На Деньги Так По Чесноку Которые Я Заработал С концертов В Прошлых То есть Я Не Шкую Особо Я Не Тусовщик Я Попадаю На Студию И Моя Тусовка Я Рад А Так Просто Не Растрачиваю Жестко Бабки Поэтому Они У меня Остались И Вот Планирую Сейчас После Релиза Уже Как-то Двигаться Посерьезнее Дисторшн На Голос Ничего себе Ты пожилая Чинчилла Не шарь За Чинчиллу Как бы Ответил Тебе Ну Бля Дисторшн Уже Никак Не Удивишь Никого Просто Говорю То Что Знаю Потому Что Я Только Начал Будет Граем Да Там Не То Что Граем Просто Типа Британская Тема Будет Будущее У Меня У Сида Там Еще Там У кого-то Я Не знаю У Меня Будет Лучше Чем Вчера Да Это Релизный Трак По-любому Он Будет Привет Саймону В Татарстан Не Очень Люблю Это Делать На Сам Деле Вот Эти Привет Мне Не Сложно Британцев Тогда На Грандейли Подписываешься И Все Ну Бля Разных Уже Нету Такого Одного Какого-то Персонажа Которого Я Слушаю Там Много Типов Ты Если Шаришь Сам Знаешь От Чипа До Дедавла Всяких Таких Пацанов Но Это Именно В Плане Граем Есть Мелодичные Типы Смотри Мне В Глаза По-любому Будет Конечно Ты Че Это Один Из Самых Прикольных Треков Ну Один Из Только Возле Европы Стрела У Тебя С Кем У Тебя С С С С Пац Нами Со Старого Да Блин Ты Практически Не Слышал Мой Голос Я Уверен Я 68 Раз Повторяю Что Просто Нужно Дождаться Релиза И Понять Наху Я Вообще Столько Времени Я Потратил Стоило Или Это Того Но Обычно Я Пытался Никого Не Разочаровать Может В этот Раз Тоже Получится Ну Если С Завтра Не Не Жаль Тебя Вот Вообще Я Сейчас Должен Вызвать Такси Поехать На Репетицию Обычно Я Просто Не Репетирую Но Надо Съездить Посмотреть Что Происходит Кувыркался Осторожно Не Падай С Лестницы Ну Бля Не То Что Я Пизда То Играю Но Подразъебать Я Могу Я Конкретно Именно Стритбол Не Баскетбол Ну Понятно Что У Вейс Есть Плагины И У Фаб Фильтра Они Есть Братан Тоже Неплохие Просто Именно В плане Применения Я Не Очень Разбираюсь Ну Не Разбираюсь Потому Что Я Не Смотрел Никакие Видосы Мне Потому Что Это Не Очень Надо Я Знаю Что Есть Люди Которые Пишут Музыку По Лет 15 20 И Тут Я Такой Вылезаю Ща Нахуй За полгода Будут Топовое Качество Выдавать Да Не Я Адекватно На это Все Смотрю Бывает Такое Что Пишешь Биты И Просто Ничего Не Выходит Долгое Время Не Выходит В плане Не Понимаю Что Именно Сам Бит Не Выходит Или Что Баскет Я Ни За Кем Не Слежу Я Вообще Никогда Не Следил За Футболом Никогда Не Следил За Баскетболом Были Таким Ну Они Вообще Жестко Играли Слайман Был Такой Чувак Это Русские Чуваки Которые Играли В Стрит Снимали Свои Микстейпы И Они Ну Блин Парашки Они Нормальны На то Время Те Кто Шарил За Них Ну Неплохо Короче Они Делали Мне Нравилось Релизные Треки Будут Похожи На Джоджи Не Знаю Не Знаю Я Как бы Не Пытаюсь Копировать Джоджи Но Может Быть Что То Там По Звуку Будет Похоже Потому Что Мне В принципе Нравится Что Он Делает Но Он Как Ничего Нового Прям Не Делает Но Он Круто Звучит Почему Не Звучать Как Джоджи Если Ты Можешь Проект Сидоджи Бля Вы Так Говорите Как Будто Это Короче Было Прям Мы Сидели Такие Я Иногда Читаю Такую Хуйню Пишут Там Бля Жопоразрывательный Дуэт И Начинают Писать Ниже Типа Вот Они Не Знали Как Выстрелить И Решили Взять Такие Образы Никто Нихуя Не Решал Вообще Бля Этого Никогда Типа Не Было Это Все Получилось Просто На Горящей Жопе И Когда Жопа Остыла Уже Начинаешь Осматривать По сторонам И Думаешь Хочется Двигаться Дальше Я Я Я Очень Рад Наверное Что Занимался Всем этим Потому Что Это Мне Я Когда Все Это Писал И записывал Я Учился То То Есть И Xtreme Первый Раз Попробовал И Какие-то Новые Приколюшки С Flow Хотя На тот Момент Я Уже Думал Что Я Написал Все Что Можно Типа Когда Мы Только Начинали Но Приходилось Расти Типа Неизбежно И Сейчас Я Могу Все Это Применить То Есть У У меня Огромный Типа Багаж Этих Инструментов Я Просто Совмещаю Как Хочу Все Давайте Мы Не Будем Начинать Эту Тему Это Не Люблю Короче Об этом Разговаривать Не В плане Того Что Я Как Сказать Расстроен Типа Или Жалею Нет Просто Я Сейчас Занят Другим А Вы Просто Доебываетесь С этим И Я Не Понимаю Почему Мне Кажется Вокал И Скрим Вот Про то Что Ты Пишешь Это Все Рокерская Тема То Есть Только Рокеры Могли Жестко Орать Как Ебанутые И При Поэтому Я Думаю Что На Меня Повлияло Именно Это А как Ты Думаешь Что Я По Национальности Я Там Волне Это Практически Просто Фристайл Мы просто хотели сделать такой прикольный типовая ничего серьезного там намек на какой-то жесткий вокал просто накрывает волна накрывает волна это было просто весело типа и мы решили почему нет не всегда же выпускать серьезные треки нахуй или ныть там или наоборот разъёвывать вот такой вот рычаг легкий с каким-нибудь гитарным рифом лол так у меня есть что я предотвратил выключение телефона фамилия русская но похож на армянина из-за носа наверно да я русский ну и потому что ты по пизде скатился начал статью до него просто угорали типа это же мне было это интересно допустим по прикалываться там с автотюном короче поделать какой-нибудь такой музончик именно чтобы он был такой типа прикольный просто много треков короче не выпустили на музыкальных инструментов нет я если что-то наигрываю то просто на слух жестким рифом электрогитары скримом ну чистый скрим не знаю но под гитару точно будет возможно когда нибудь и с экстрим вокалом я просто очень хуёво отношусь ко всяким клише типа вот гитара скрим такого что хуя я пытаюсь как-то изъебнуться короче с другой стороны подойти мне просто это интересно иначе я бы этим не занимался я могу делать однотипную музыку я могу делать музыку которую здесь половина ждет я могу ее делать просто не хочется делать то что мне интересно то что заставляет меня двигаться из-за чего я могу сидеть ночами типа блять да почему не получается типа это же пизда то мне кажется в этом суть я не ходил музыкальную школу у меня был преподаватель по вокалу так ладно я в общем буду сейчас собираться сейчас я узнаю там еще раз адрес и буду выдвигаться джеймс хэдфилд я не знаю кто это кори тейлор это из слепнот по моему но я ни тех ни тех не слушаю поэтому ну наверно кори тейлор потому что я узнаю но точно не это выбор не в плане музыки качанов алексей какие люди это андрюх ты трек дописал ты не со мной пока с тобой жестко да дописал когда сбрежешь волосню ну глядь когда тебя перестанет это волновать если хотел играть на любом инструменте чтобы ты выбрал сложный вопрос я не знаю чем я выбрал надо подумать не знаю правда даже не думал об этом ну да за тейлор я знаю вот это металлика но это вообще прям типа для меня всегда было какой-то странной хуйней вот особенно металлика типа мне казалось это прям вообще короче нужно ходить в берцах на хуй в кожанках и просто там сумасшествием страдать но мне кажется любом было приятно что так делают другие мне не хочу вернуться в эту лирику потому что я просто сам не хочу этого типа делать мне вот просто этого не хочется я могу но не хочу так Бля, я бы тебе ответил Но ты и так все знаешь Что не так с клипом, не знаю, что там случилось Ладно, все, короче, я пошел Давайте, всем удачи Может быть, когда-нибудь я сюда вернусь А, ну, я не уезжаю Так, все, все отменилось у меня Так, давайте закончим Каким-нибудь битом Я вас точно покинул Какой-нибудь, какой у меня есть Бит интересный Да, ты заебал меня отправлять, блядь, прогуляться Иди сам, нахуй, проветрись, блядь Лол Иди, говорит, прогуляйся Я-то уж точно, блядь, знаю, о чем мне делать Правильно? Или нет? Как родители относятся к твоему творчеству? Ух, ну это сложный вопрос Мама первое время думала, что я сатана Наверное Как найти мой паблик в ВК Не очень сложно, на самом деле Там нужно написать Определенную последовательность букв Ух, ух, как плохо Так, какой вот бит? Ну вот есть-то какой-то ризи Вот как бас Дисанировал Ну это чисто какая-то, блядь, для кальяна Нахуй музыка Ну вот такой вот есть бидо Ах Ну по сведению, да, поэтому я могу показывать Космическое, ну да, типа я люблю такое У меня в принципе, вот вообще практически все мои биты, которые я написал, мне не нравятся То есть я прям делаю как мне нужно И поэтому большинство из них просто плохо звучит Да, 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 кальян Чисто кальянчик, пацаны Ух, чуть не включил тут демку Случайно Вичхаус или Ambient И то и то слушал Ну, не стабильно, типа не гонял Но Вичхаус, я хотел, короче, релиз сделать под Вичхаус Года два назад Ну, типа, спеть на него Но мне показалось, что это очень Ну, в итоге, типа, странная идея была И потом уже появились всякие айс пики Я уж подумал, ну ладно Ambient мне не нравится, просто он антиструктурный Я не могу, я могу вырезать там, может, оттуда что-нибудь Ну, я так вообще даже ни разу не делал Я пробовал что-то с Ambient вырезать И получалось, как я полный залог Смотри мне в глаза, будет на релизе Ого, какая у тебя информация интересная Откуда она у тебя Та хуй, та хуй знает Сам себе видел, когда на своей волне битмарь Ну, на своей волне битмарь это круче Потому что он Если он реально битмарь Который пишет долго То на вес золота просто Вокал Tentaciona Ну, неплохой Мне нравится Так К ситуации, как отношусь с отменой концертов Да, как все, наверное Не нравится мне это Ну, это, бля, это просто Показывает вообще, что у людей в голове И как бы и так большинство знает, что у этих людей в голове Ну, тут прям вот настолько все, короче, поворачивается, что ты думаешь, бля Прям вообще, нахуй какая-то сказка Ладно Адьос Она причин жизнь Все, давайте, чуваки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому